Люда очень устала. Единственное, что ей хотелось, это дойти до дома и лечь в кровать. Хотя, навряд ли дома ей дадут это сделать. Дома ждали муж и свекровь. Замужем за Виктором она была уже пять лет. Он красиво ухаживал за девушкой, и все вокруг только завидовали ей. Подружки поговаривали, что мол отхватило городского, да еще и с квартирой. А людям было все равно на наличие квартиры. Она просто влюбилась. Розовая пелена с ее глаз начала сходить где-то через полгода после свадьбы. Вместе с Виктором к их семье прилагалась еще и свекровь. Да, у всех есть свекрови и свекры, но Мария Ивановна была у них дома каждый день, хоть и жила отдельно. И все было в традициях рассказов о свекрови. Люда не так мыла посуду, не так смотрела на мужа, не успела приготовить поесть и так далее. Она делала все не так. А еще была деревенщиной, без рода и племени. Ах, да, и красотой не отличалась, и вообще свекровь не понимала, что ее любимый сынок нашел в ней. Сейчас Люда сама не понимает, что она нашла в Викторе. За всю их семейную жизнь он работал максимум полгода. И то, если убрать перерывы. А так его никто не понимает и не ценит. А вот вкусно покушать он любил. Люда брала в школе дополнительные классы и все, что можно, чтобы заработать побольше. Свекровь деньгами не помогала. Иногда покупала Виктору одежду, сопровождая это тем, что их семья не может позволить себе купить нормальные вещи. Люда давно бы его бросила. Но вот куда уйти? Отложить денег никак не получалось. А ведь за съемное жилье надо сразу заплатить минимум за месяц. Переступив порог, Люда встретила свекровь, которая даже не дала раздеться девушке и сразу начала ругать. — Ну как так? Я сижу у вас целых два часа, а твой муж до сих пор не накормлен. — Так а в чем, собственно, проблема? Суп в холодильнике стоит. — Проразнесла Люда. — Ты чего? Какой суп на ужин? Иди быстро и приготовь соответствующую времени еду. — Да, и еще Витеньке нужно погладить рубашку. Завтра ему на собеседование идти. Если бы не накопившаяся усталость, то Люда не стала бы перечить свекрови. А так у нее было два варианта. Либо покорно пойти выполнять задание свекрови, либо пойти лечь отдыхать. Она не выдержала и сказала. — Виктор был целый день дома. Готовить он умеет. Мог и сам что-нибудь сделать. Да и вы пришли к нам два часа назад. Почему бы не приготовить для сыночка? Свекровь и муж замолчали. Мария Ивановна вытаращила на Люду глаза. Как так она посмела ослушаться ее и не выполнять поручения? Свекровь и муж считали, что Люда им по гроб жизни обязана. Тем более, приехала с какой-то глуши, и ей повезло с мужем. Влюбился он в нее. И она переехала в большую двухкомнатную квартиру. Свекровь, придя в себя, начала возмущаться. — Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты, наверное, забыла, откуда мы тебя вытащили? За это должна нам ноги мыть и руки целовать. А вот тут у Люды окончательно лопнуло терпение. — Ага, сейчас только воды в тазик наберу и начну вам ноги мыть. Девушка встала с пуфика и пошла в комнату, чтобы собрать свои вещи. Достав сумку, она думала только об одном — лишь бы не упасть от усталости. Пока Люда собирала вещи, на пороге комнаты появился Виктор и грубо сказал. — Куда это ты намылилась? — Оставляю тебя с твоей мамочкой наедине. Пусть она гладит тебе рубашки, готовит есть и все остальное. А я ухожу и больше не намерена терпеть такого отношения к себе, — ответила Люда и продолжила собирать вещи. Виктор стоял в шоке от того, как ему ответила жена, а за его спиной в это время появилась свекровь, которая произнесла. — Ты чего это удумала? А как же муж, ведь он голодный и несобранный? Так накормите и соберите его, а я ухожу из вашей драгоценной квартиры, причем навсегда, — ответила Люда и, оттолкнув мужа, вышла из комнаты. Виктор и его мама вновь вытащили на нее глаза, и Мария Ивановна произнесла. — А кто за квартиру платить будет? — Вот чья квартира, пусть тот и платит, а я здесь даже не прописана. — Ага, еще чего удумала. Лимита деревенская, прописку она еще захотела. — Будем мы тут всяких прописывать, чтобы потом наша квартира перешла в твои руки? Грубо высказала свекровь. — Ну, вот и прощайте. Люда вышла из квартиры. Она была настолько уставшая, что еле-еле дошла до лифта. Она спустилась вниз и вышла во двор. Сумка была настолько тяжелая, а еще и пакет с тетрадями, что ей было нелегко идти. Да еще и ноги ватные после работы. Люда добрела до проезжей части, а потом пошла вдоль дороги. Дойдя до остановки, она присела на лавочку. У нее не оставалось сил идти дальше. Закрыла глаза и провалилась в сон прямо на лавочке. Женя ехал после тяжелого дня домой. Он устал, но был доволен. Сегодня он все посчитал и понял, что его ветеринарная клиника наконец-то принесла в этом месяце прибыль. Ему с детства нравилось ухаживать за животными. Мама привыкла к нескончаемому потоку котят и щенков, которых они выхаживали, а потом отдавали в добрые руки. Поэтому, когда сын сказал, что хочет быть ветеринаром, она не удивилась. За пять лет его в городе знали практически все. Животные в его руках были покладистыми, и это очень нравилось хозяевам. А еще он всегда правильно подбирал лечение. Поэтому его клиенты часто говорили, что Евгению пора открыть свою клинику. И вот полгода назад мама вызвала его на разговор. — Жень, вот тут деньги. Я их откладывала на твою свадьбу и еще расходы. Но давай ты откроешь свою клинику. Женя был в шоке. Да, он знал, что родители работали на хороших должностях, но думал, что все вложено в просторную квартиру, дачу и его обучение. Но, оказывается, мама откладывала. Ведь сейчас она уже на пенсии, и значит, это деньги еще с тех времен. Мама, ну как я могу у тебя последнее забрать? Во-первых, не последнее. И она лукаво подмигнула. А во-вторых, не забрать, а одолжить. И вот сегодня Женя выплатил зарплаты сотрудникам, отложил в конверт часть денег, чтобы отдать маме, и у него еще осталась прибыль. Пусть не грандиозная, и до миллионера ему еще очень далеко, но он был рад. Хоть он и был задумчив, но за дорогой следил хорошо. И вот под колеса кинулся пес. Женя остановился, но когда вышел из машины, увидел, что пес убегает вдаль. А значит, все обошлось. Но тут его внимание привлекла девушка на остановке. Она спала. Рядом была сумка, а в руках она сжимала пакет. Она не была похожа на бездомную, и он забеспокоился. Сейчас хоть еще не зима, но уже поздняя осень, и ночью на улице холодно, да и хулиганы ходят. «Девушка, с вами все в порядке?» спрашивал он, тряся ее за плечо. Но она слабо открывала глаза и вновь проваливалась в сон. Люда слышала его, но ответить не было сил. Потом она ощутила, что поднимается в воздух. А потом опять сон. Валентина Михайловна с удивлением смотрела на сына, который заносил на руках девушку к ним домой. Женя с виноватым видом прошел обутой прямо в гостиную и положил незнакомку на диван. Потом вышел из квартиры и вернулся с сумкой и пакетом и увидел, как мама вытирает его следы с ламината. Они зашли на кухню. «Сынок, а это кто?» Женя рассказал, как нашел девушку, что он уже позвонил Грише и тот скоро приедет. Гриша — друг детства, и он терапевт. «Мама, по ней видно, что она не бомж. Просто что-то с ней не так. В пакете, посмотри, тетради лежат. Я не мог ее бросить на остановке». Валентина Михайловна одобрительно кивнула и налила чай. Она не была против, ведь надо помогать людям. Мало ли что случилось у девушки. Через полчаса приехал Гриша. Он послушал девушку, измерил температуру. Люда даже на время открывала глаза. С ней все хорошо в плане здоровья. Нет признаков проблем с сердцем или простуды, но даже внешне видно, что она очень устала. Я сейчас ей укол сделаю и пусть отдыхает. Люда с трудом открыла глаза и увидела, что находится в комнате, которая ей неизвестна. Пахло выпечкой и лекарствами. Повернув голову, увидела, что рядом с ней стоит табурет, а на нем стакан с водой и таблетки. Она не понимала, где находится. В этот момент в комнату зашла женщина, лет шестидесяти. Она была одета в домашний костюм. Женщина посмотрела на Люду и с улыбкой сказала. Проснулась? Ну, хорошо. Давай вставать. Сейчас я позову Женю. Только звать его не пришлось. Он как раз вошел в комнату, чтобы поинтересоваться, как чувствует себя незнакомка. Спасибо. Чувствую себя хорошо. Только вот не помню, как я здесь оказалась, ответила Люда. Я ехал с работы домой, и мне пес кинулся под колеса. Я остановился. С псом было все в порядке, но потом увидел тебя. Я спрашивал, как ты себя чувствуешь, но ответа не было. И поэтому забрал тебя с остановки и привез к себе домой. Потом вызвал друга Гришку. Он врач. И осмотрел тебя. Гриша сказал, что с тобой все в порядке и поставил укол, чтобы ты спокойно отдохнула. Наверное, тебе лучше пока не разговаривать. Ты пока потихоньку вставай и пойдем завтракать. Женя помог ей встать с дивана, проводил до ванной комнаты, подождал, пока она умоется и немного приведет себя в порядок. Затем они прошли в кухню и позавтракали. Женя помог дойти обратно и присесть на диван. Если можешь и хочешь, то расскажи, что с тобой приключилось, почему ты так сильно измотана. Да рассказывать особо нечего. Я работаю учителем в школе. За мной закреплен класс, где я классный руководитель. Начались проверки, межшкольные соревнования. Можно сказать, живу на работе. А дома муж, сидит безработный, постоянно требует от меня погладить рубашки, приготовить ужин. Я всегда старалась все делать. А вчера вообще, когда я пришла домой, свекровь начала меня ругать, почему я не ухаживаю за мужем, как нужно, почему не приготовлен ужин, хоть я и только пришла с работы, что живу на всем готовом и так далее. Я собрала вещи и ушла. И Люда виновата опустила голову. Это было не вчера, а позавчера. Ты так много спала. Ой, извините, пожалуйста, я сейчас уйду. Все нормально. Ну, куда ты сейчас пойдешь? Спросил Евгений. У подруги немного поживу, пока все не уляжется. Оставайся у нас. Квартира большая, я постоянно на работе, а мама будет только рада собеседнице, а особенно такой красивой. Валентина Михайловна радостно закивала головой, а Евгений очаровательно улыбнулся. Спасибо, но как только я найду себе жилье, то сразу уйду. Женя снова улыбнулся, но ничего не сказал. Люда вышла на работу и подала заявление на развод. На душе у нее было легко и спокойно. Виктор несколько раз приходил к ней на работу, пытался устроить скандал, но охранник остужал его пыл, что вызовет сейчас полицию. Это продолжалось до тех пор, пока за Людой в один из дней не приехал Евгений. Он подошел к ней, взял ее за руку, и они начали выходить из школы. А Виктор закричал, «Куда ты повел мою жену?» «Какая тебе разница? И она тебе больше не жена. Так что, чтобы я тебя больше не видел возле нее», предупредил Женя. Виктор по натуре был трусливым человеком и боялся стрелать в какие-либо конфликты, поэтому быстро отошел. На смену бывшему мужу начала приходить свекровь, которая каждый вечер дожидалась Люду у ворот и все время твердила, «Бессовестная, кто будет платить за квартиру? Ведь ты в ней живешь». «Я в ней уже месяц не живу, поэтому платить за нее не собираюсь. Вот кто в ней живет, тот пусть и платит, а это ваш сын и вы», ответила Люда. Свекровь не унималась, постоянно оскорбляла Люду, а в один из дней охранник услышал, как Мария Ивановна кричит и вызвал полицию. Женщину сразу забрали в отделение. За Людой стал заезжать Женя. Они начали ходить в кино, театр или просто прогуливались по парку. Он был хорошим собеседником и очень добрым. Им было хорошо вдвоем, и Люда поняла, что влюбилась. Значит, ей надо как можно скорее съехать от него и Валентины Михайловны, которая тоже очень нравилась девушке. Вечером Люда никак не могла уснуть и решила пойти на кухню попить чай. На кухне сидел Женя и пил вино. Тебе тоже не спится? Может, вина? Я не пью, но сейчас, наверное, не откажусь. Женя встал из-за стола, достал фужер и наполнил его вином. Ну что, за нас? И она поддержала. А дальше все было, как в фильме. Она не отдавала отчет своим действиям. После этой ночи Люда старалась избегать встреч с Женей. А потом и подруга обрадовала тем, что нашла хороший вариант квартиры для нее. Подойдя к дверям с сумкой, она наткнулась на Женю. Он стоял и смотрел, не понимая, что происходит. А ты куда это? Люда попыталась, естественно, улыбнуться, чтобы он ничего не понял и ответила. Мне подруга сегодня позвонила и сказала, что нашли мне квартиру. Я переезжаю туда. Больше не буду вас стеснять. А с чего ты взяла, что нас стесняешь? Поинтересовался Евгений и сделал шаг к ней. Я что-то не так сделал? Нет, все в порядке. Просто я... Робко сказала Люда и замолчала. Я боюсь своих чувств. Так давай их бояться вместе. Он обнял ее и нежно поцеловал. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова